друзья всем привет извиняюсь заранее за шум соседи сверху делают ремонт и как всегда в самое неудобное время хочу сегодня с вами провести обзор моей китайской посылки я давно обещала все никак не складывалось заказ был с сайта шеи и собственно как вы поняли из названия видео это ожидание и реальность собственно то что я заказывала я буду показывать модель которую я получила также вот здесь вот буду вставлять фото как это вот сидела на модели на сайте и также будет коротенькое видео также здесь в этой части экрана как это все села на меня и мои комментарии понравилось или не понравилось и что не понравилось давайте начнем с первого первая блузка была мною заказана в желтом цвете сейчас ставлю картинку как это сидела на модели на модели мне очень понравилось и на модели не было видно что она прозрачная ну такой легкий легкий намек на полупрозрачную ткань и в общем то на этом все все остальное мне понравилось также хочу отметить что все модели я выбирала одного и того же размера который я ношу 56 на данный момент вот поэтому дальнейшем когда буду показывать модели вы поймете что я имела ввиду надеюсь что меня слышно муж так устроен мир что соседям нужно делать ремонт именно тогда когда я хочу снять для вас видео долгожданное давно обещано и так это была вот такая вот блуза нежно нежно такого желтого цвета камера ее немножко передает более светлую она более насыщенного такого желтого цвета чем-то напоминает вареный желток вот примерно такой насыщенный желтый принципе так я придраться к блузке не могу расшита довольно качественно нитки нигде не торчали но это синтетика это стопроцентная синтетика она очень сильно электризуется очень сильно мнется то есть буквально вот я ее прогладила для съемок и померила да и все и она опять уже мятая вот в общем так у меня больше нареканий нет если не считать что это синтетика да она не как бы она не плотная тоненькая ткань и знаете когда я развернула первое что подумала неужели шифон то есть прям вот на ощупь очень похоже на шифон тоненькая и в принципе я думаю на такую прохладное лето либо весной под пиджачок вполне будет нормально и не жарко так что блузка понравилась носить буду и так продолжим а вторая блузка она нас нам не сейчас а тоже вот здесь покажу модель на модели она мне очень понравилось кстати я ее уже носила она мелькала у меня в новогодним поздравлением так что кто не видел посмотрите на в принципе понравилось мне и по цвету и по текстуре ну и соответственно на модели она сидела очень удачно просто ужасный звук но извините так совпало стараясь говорить громче надеюсь все слышно мне понравилось что она полу такая вот она не прозрачная но текстура ее такова что она как будто бы в мелкую дырочку мне понравилось вот этот вот декоративный элемент он отличает ее от других блузок и она выделяется ну кажется такой креативный интересный такой элемент также на рукавчиках есть небольшая рюшечка и рукава не слишком длинные то есть в принципе тоже на лето либо на такую прохладную весну с пиджачком думаю что нормально пойдет соответственно контрастный пиджак должен быть если в первом случае была желтая блузка и там подойдет цвет но цветной контрастность цветами например или с каким-то рисунком то в данном случае однотонный и контрастного цвета я думаю я думаю даже светлее чем блузка она такого темно кирпичного цвета с крупными цветами но мне понравилась оригинальная такая блузка покажу ее как она на мне села мне очень нравится как сидит и в ней в принципе не жарко хочу отметить также что это тоже стопроцентная синтетика хотя по ощущениям когда я ее открыла из упаковки тоже было такое сильное чувство что это какая-то натуральная ткань типа шифона с какой-то примесью но это стопроцентная синтетика также придраться не могу нитки нигде не торчат все ровно строчки ровные модель тоже сшита абсолютно симметрично в общем то никаких нареканий нету все мне нравится вот и на этом в принципе все плюсы закончились дальше одни минусы и давайте поехали итак друзья следующим заказом было вот такое платье в полоску в общем не могу сейчас понять где у него перед где зато да тут в принципе знаете неважно вообще неважно где у него перед где зато она абсолютно полосатая все сплошняком вы увидите его в примерке не буду держать сейчас увидите как она сидела на модели и сами поймете что меня подкупила в общем-то она сидела обалденно даже на крупной модели соответственно все наряды которые я сегодня выбирала сегодня вам показываю все были выбраны соответственно из размера плюс и то как это платье сидела на модели меня подкупила она просто очень сексуально сидела несмотря на то что девушка полненькая вот и в общем то у меня тоже такая фигура почти песочные часы то есть я к этому стремлюсь и я рассчитывала знаете на то что платье действительно подчеркнет выпуклости и это будет смотреться круто но на деле оказалось что платье на несколько размеров больше чем мой действительный размер она просто гигантская она длиннее чем было заявлено он практически не знаю сантиметров на 20 точно длиннее она больше то есть она гигантская но растягивается не знаю до какого до 65 размера вот с 56 который я заказывала в общем-то платье меня разочаровала я пока не знаю что с ним буду делать а если у вас есть идеи или вы хотите такое платье то пишите в комментариях вот потому что я пока не знаю либо его перепродавать либо отдавать кому-то либо перешивать но это трикотаж вот и перешивать то есть нужно специальная швейная машинка которая может шить трикотаж у меня такой пока нету и либо его нужно ушивать либо еще второй вариант обре обрезать и сделать из него водолазку полосатую а нижнюю часть просто выкинуть в общем идеи пока не 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 вызрели в моей голове поэтому я не могу точно сказать что я буду с ним делать но сидит она совершенно не так как я ожидала это ужасно и еще хочу отметить также при распаковке на ощупь я думала что это хлопок вот то есть она трикотаж очень тоненький тоненькая вязка очень приятный на ощупь в нем не жарко прям вот ну очень приятный материал но оказывается это стопроцентная синтетика вот так вот давайте перейдем к следующей модели и так следующее платье было вот такое вот тоже показывать его в камеру целиком не вижу смысла но я думаю что на примерке вы увидите про какое платье я говорю здесь очень глубокий вырез сзади здесь резиночка на спинке и она с поясом на модели опять же на модели платье смотрелось очень элегантно очень так ну немножко даже скромно что и но при этом она была такое лаконичная стройная причем также отмечу что девушка не худышка вот и платье на ней смотрелось очень эффектно собственно на мне я не поняла систему глубокого выреза также резинка сзади никак не фиксирует платье по талии пояс вообще непонятно зачем сделан если есть резинка зачем пояс непонятно чтобы создать сборку спереди тогда можно было сделать резинку полностью по талии по всей спереди и сзади в общем наличие пришитого с боков пояса я не поняла глубокий вырез тоже недооценила вообще не оценила вот не понимаю зачем он и если платье ну какой-то скажем вечерняя либо прогулочная то вырез до пупка это слишком можно было бы его укоротить вдвое сделать маленький здесь намек на вырез в общем такую завлекалочку было бы интереснее даже и по длине тоже платье очень длинная как бы рассчитывала что она будет короче вот в общем то но это еще не самый ужас поэтому поехали дальше и также я не отметила что это платье тоже синтетика но а все ткани отличаются то есть одна более плотная другая более тонкая более гладкая более шероховатая по фактуре ткани отличаются а по составу нет все это одна спустная синтетика следующее платье было в клетку вот такое вот на самом деле на сайте вы увидите на модели здесь вот такой рукав с рюшкой и и в общем ну длина обычная прямой и разрезе к небольшой сзади на модели сидела модели скажем была одета модель на которые были более крупные клетки как мне показалось более крупные клетки и немножко другой рисунок не обращать внимание на тень которая падает у меня стоит здесь лампа и ходит алиска вот так что такие тени страшные вот в общем на модели мне в принципе тоже понравилось как платье сидела и она сидела действительно по фигуре обратите внимание на длину платья и на то как она она сидит то есть опять же мне пришло размер совсем другой гораздо больше чем я планировала вообще получить соответственно рукава слишком широкие я думаю что они будут сидеть прямо непосредственно по руке рюшка мне нравится но само платье меня старит и я наверное выгляжу лет на шестьдесят в этом платье хотя хотелось выглядеть элегантно в этом платье и хотелось бы в нем ходить на работу иногда но вряд ли я в нем пойду опять же либо его нужно ушивать либо не знаю либо отдавать либо перепродавать стоили они все в районе полутора тысяч вы можете зайти на сайт шеин эти модели постоянно крутятся в разделе размер плюс они буквально одни из первых выскакивают там какой-то кошмар они как будто специально следят посильнее именно тогда когда я говорю но надеюсь что меня слышно вот в общем с этим платьем тоже не знаю что делать а может быть его укоротить до размера блузки с такими рукавами либо ушивать либо отдавать либо продавать в общем не знаю платье тоже оказалось неудачным и по размеру на меня не села также горловина была очень большая и плечики сползали буквально на три сантиметра это совершенно не подобает для платья если это не задумано моделью а в данном случае это вряд ли задумано моделью давайте дальше смотреть также я заказывала боди которое я в видео не показывала и в принципе на модели она тоже не показывалась на сайте вот так оно выглядит не кажется вам очень маленьким это самый большой размер который был то есть по их размерной сетке это мой размер но на самом деле он на меня не сел я бы сказала что это 52 максимум размер если переводить на российский вот и в общем-то мне он маловат и как видите он я его закрепила от бокового шва до бокового шва и как видите скроен он криво то есть вот эту часть перетягивает вправо соответственно выкроено неправильно здесь что-то нарушено с конструкцией и в общем-то боди ну не знаю оно не делает того что оно должно ну да оно утягивает может быть оно должно утягивать именно тот размер который на который оно сшито но так как мне оно мало меня оно не утягивает оно просто растянулось на мне и никакого эффекта от этого не получилось тоже либо буду перепродавать либо отдавать в общем не знаю стоило оно недорого в районе 500 рублей ткань довольно приятная похоже на обычную такую бельевую ткань как у нас шьют нижнее белье мягкая приятная ткань в общем-то никаких таких супер нареканий там где идет вставочка которая должна утягивать тут просто сетка боковые швы вставлены ребра жесткости косточки в общем-то снизу оно не растягивается то есть здесь нет кнопочек вообще здесь нет никаких застежек то есть оно просто натягивается снизу как огромные труселя и все в общем этой покупкой я тоже недовольна ну что делать будем что-то придумывать и давайте перейдем к последнему платью вот такое вот платье бордовое с очень красивым рукавом собственно наверное соблазнилась я именно на рукав рукав с бусинами бусины двух размеров мелкие и крупные и в принципе на модели оно сидело очень красиво и наверное это меня подкупило к сожалению на деле это оказалось одной из самых проблемных платьев нет они специально делают сильнее в общем на деле это оказалось одной из самых проблемных платьев и попробую уложить это все в общем без эмоций потому что это просто самое худшее платье во-первых так же непонятно зачем в платье пояс потому что платье футляром платье очень длинное обратите внимание на модели платье было короче где-то до середины воли не у меня практически до щекотки даже ниже это вообще не то что я заказывал вот в общем-то сидит она просто как не знаю как назвать банан футляр просто вот она очень плотная ткань вот абсолютно сто процентов на тысячу процентов синтетика она не гладит гладишь одну сторону мнется другая гладишь другую мнется это в общем ужасная ткань абсолютно а не подходит для платья также собственно пояс пояс не понимаю зачем он нужен он не пришит там нету шлевок куда он мог бы продеваться в общем то вся функция пояса здесь не ясно и никакого супер эффекта он не дает этот пояс также либо горловина сзади как-то скроена неправильно либо из-за тяжести рукавов потому что бусины довольно тяжелые они тянут рукав и все изделие вниз полочка съезжает назад и вот так вот тянет ее то есть пальчевой шов перекатывается на спинку примерно на два два с половиной сантиметра и хочется прям вот так вот вперед поправить подтянуть платье делать это постоянно это вообще странно выглядит вот то есть тоже непонятно либо это из рукавов либо скроена неправильно горловина почему платье тянет назад постоянно пояс эту ситуацию не спасет даже если биться поясом завязать узелок все равно платье переползает назад вот рукава рукава красивый но погладить их нормально я не смогла соответственно утюг если утюгом не гладится ткань то отпаривателя мне кажется тоже не будет хотя может что будет но у меня просто нет отпаривать или такого плана и в общем рукава я не смогла нормально между бусин погладить чтобы ткань разгладилась ткань мятая дальше манжета на рукаве я честно говоря когда выбирала платье я как-то не сразу разобрать и уже обратила внимание когда посылка была в пути вот то есть рукав фонариком и она расшит этими бусинами и вся эффектность этого рукава в том что он должен быть пышный он должен лежать именно фонариком чтобы все эти бусинки красиво играли но манжета очень широкая из-за своей тяжести бусин сползает до середины руки даже ниже почти закрывает большой палец манжета широкая и свободная то есть рукав никак не фиксируется на запястье я бы наверное сделала и манжету с застежкой чтобы рука все-таки фиксировался на запястье потому что такой широкий рукав широкая манжета которая сползает вниз это вообще в этом нет никакого смысла никак не обосновывает форму рукава вот собственно вот так вот опять же длина изделия непонятно зачем такое длинное также вот этот вырез со стойкой который постоянно сползает назад тоже непонятный в общем это самое непонятное платье самое неудачное и что с ним делать тоже не знаю ткань очень ужасно она мнется просто моментально и она не гладится если замнется какой-то какая-то складочка она ужасно просто не разглаживается никаким способом и сама ткань такая плотная и прям вот выглядит на тысячу процентов синтетикой в нем очень жарко то есть буквально ты его надел и уже начинаешь потеть вот в общем я не знаю чего с этим платьем делать потому что она самая проблемная и абсолютно мне не подошло вот буду ли перешивать буду ли что-то с ним делать не знаю посмотрим вообще на самом деле мне казалось что платье с вот эти бусины будет чем-то похоже на платье придут перед этим тоже красное платье вот туда бы как раз тоже пошли эти бусины если только вы без убрать в общем какие-то неудачные платья облазки мне понравились блузки очень хорошие достойные ну к сожалению все это синтетика так что такой был у меня неудачный заказ вряд ли буду заказывать шеина дальше вообще мне не понравилось все что я бы не выбрала все это синтетика включая какие-то джемперы жакеты юбки брюки везде написано стопроцентная синтетика смысл это заказывать из китая если это можно купить в магазине там через дорогу и еще также хочу отметить что заказ мне был доставлен курьером с алиэкспресс вы меня спрашивали это совершенно два разных магазина но хочу открыть тайну что алиэкспресс это не только магазин но и служба доставки поэтому не удивляйтесь если вдруг вы заказываете с шеин а вам доставка алиэкспресс это просто курьерская служба вот доставка для меня была бесплатная но опять же повторюсь заказывать там более никогда не буду отстой так что вот такой у меня был обзорчик если было интересно ставьте пальчики вверх у меня накопились посылочки из иваново так что скоро будут такие же аналогичные похожие видео с примеркой и обзором детальным так что пока пока увидимся уже очень скоро